Приветствую, друзья! Я хочу рассказать немножко про долги. Ну, одни и те же вопросы, как всегда. Почему у меня долги? Мы уже с вами не раз выяснили о том, что долг внешний — это внутренний долг к себе. Когда мы задолжали себе жить здесь, сейчас, наслаждаться этой жизнью, в настоящем моменте, мы всё время находимся в какой-то гонке за целями, и что вот мы сейчас достигнем чего-то и будем счастливы. Вот мы найдём кого-то или чего-то, будем счастливы. Заработаем денег, сделаем какие-то проекты, будет у нас там деньги, мы потом купим себе куда-то поедем, путешествие, и всё, и тогда мы будем счастливы. Но это всё не то. Мы задолжали себе счастье. Счастье будет только в настоящем моменте, здесь, сейчас. Сей часть есть счастье. Вот, если вы сегодня не проживаете, как последний день этот, да, максимально не выполняете вот всё, что вы можете сделать, узнать, познать, сотворить, постичь, отдохнуть, там, порадоваться, посмеяться, куда-то сходить, увидеть. Если вы всё это не делаете, откладываете на потом, конечно, у вас копятся долги. Любые обещания себе, любые ваши желания, они у вас проявляются в виде долга, нереализованного вашего потенциала. То есть как только вы что-то себе пожелали, как только вы что-то захотели, мир уже подготавливает для вас все возможности, все варианты, все ресурсы. Люди просто начинают исполнять ваши желания и приносить вам на блюдечки. Вот, вы не замечаете, что происходит вокруг. Ну а как вы можете заметить, что происходит вокруг, если ваши мысли о целях, о планах, о будущем? Вы в будущем находитесь мыслями вашими, вас в настоящем нет. Вы не можете фокусироваться на настоящем моменте, вы его просто не видите, не замечаете, потому что вы где-то там. Либо вы сидите, сожалеете о прошлом. Ваши мысли находятся в прошлом. То есть вы вообще просто не успеваете в настоящем жить, понимать вообще, что вокруг происходит, наслаждаться вот этим каждым моментом. Вы это не видите. То есть каждый ресурс, который приходит в вашу жизнь, вами не замечен. Каждый человек приходит и показывает, что вам не хватает в данный момент сейчас использовать. Всё, что вам не нравится, говорит об этом. То есть всё, что вам не нравится вовне, всё, что вам говорят вовне люди, которые приходят, которые вам не нравятся, и то, что они делают вам, это всё не нравится. Они просто показывают вот этих ресурсов. Ты сейчас не используешь, ты их не замечаешь, ты не понимаешь. Смотрите, как эти долги у нас вообще образовываются. Вот мы что-то пожелали, мы что-то захотели, желание появилось у нас, возможности появились, ресурсы появились, энергия сгенерировалась. Мы с вами упустили этот момент, мы сгенерировали энергию, которая отражается как минус. Каким образом? Люди в этот момент рождаются и начинают всё для вас строить. это вот как с чашкой чая. Как только вы захотели попить чай, в это время материализовывается всё для того, чтобы вы этот чай смогли попить. Кто-то изобретает чайники, дизайн, электричество. Всё во все времена прошлого, будущего, настоящего, всё во всех параллельных реальностях начинает работать для вас в эту секунду. Здесь, сейчас только один миг существует, никакого прошлого, будущего, каких-то других времён не существует. Всё есть только в настоящем моменте. И в эту секунду все в настоящем моменте начинают на вас батрачить. Но вы-то не идёте, не реализовываете, не делаете шаг, чтобы попить этот чай. Вы даже не заметили ваше желание попить чай, потому что вы заняты какими-то переживаниями, гонками за целями или даже не переживаниями, а с кайфом, с наслаждением бежите вперёд, смотрите только на цель, достигну, пойду. Но не наслаждайтесь этим моментом. Вы обесценили всю работу всех людей, которые начали для вас что-то делать. То есть вы настолько неблагодарны, когда вы что-то пожелали, вам уже начинает это сотворять. Вот набери, только используй. А вы не берёте, не используете. Обесценили труд людей. То есть очень страшно просто брать и желать. Очень страшно реально брать и желать, и не делать в эту сторону ничего. Потому что с вашим желанием рождаются не только ресурсы ваши, все, которые к вам приходят, и энергия, но и все дела люди бросают, чтобы исполнить ваше желание. Вы такие раз. И не взяли у них то, что они вам сделали, то, что они вам принесли. Поэтому у вас нехватка, у вас не хватает, у вас нет того, что вы хотите, потому что вы не берёте, вы обесценили свои желания. Ну, соответственно, вы обесценили труд людей. Вы же пожелали, но в этот момент все люди начинают для вас это делать. Но у вас же миллион отговорок, почему вы это не хотите делать. А вдруг не получится, ну, наша любимая коронная, да? А я не знаю, что делать, а как это сделать. Ну, то есть вы захотели попить чай, и начинается. А вдруг я до него не дойду, до этого чая? А вдруг я его налью, он не получится таким вкусным, какой я хотел бы попить чай? А вдруг он будет недостаточно хороший, недостаточно горячий, недостаточно холодный, недостаточно быстро я его себе приготовлю, достаточно долго я его буду пить, что займёт кучу моего времени, и я потеряю время. А может быть, вообще не надо пить, может быть, надо. А я вот не знаю, как его заваривать, а какую кружку взять, я тоже не знаю. А стоит его подогревать на 100 градусов или на 60 градусов? Надо ли его заваривать долго, либо сразу можно заварить и пить? Миллион отговорок у вас вот таких абсурдных на каждое ваше действие. Вот вы что-то пожелали? Не, чтобы пойти и пробовать, как маленький ребёнок, попробовать и как-то реализовать это желание. Нет, мы будем сидеть и ныть. Почему это невозможно получить? Почему это не происходит? Мы будем сидеть и себя отговаривать. Причём вы-то замечаете более крупные, какие-то масштабные желания, которые действительно сейчас без миллиона долларов не сотворить или без миллиона рублей тоже не сотворить. Ну а почему мы на масштабные никак не можем ресурсов найти? Да потому что всё с мелочей состоит, а вы мелочи обесцениваете. Вы каждое своё желание, которое могли бы исполнить, не исполняете. Так а что говорить-то вообще от этих безумных больших желаний? Начните каждый день жить полной жизнью. Здесь, сейчас, забыв о ваших гонках. Да, цели нужны, да, возможности все эти к целям вас приведут, которые вокруг вас будут образовываться. Цели — это как ориентир, да, куда двигаться, что делать, что узнавать. Если вы хотите всё и сразу пропустить этап сотворения и пути этого к реализации этого желания, то есть вот этот этап вы хотите пропустить, дайте мне всё и сразу, вот хочу сразу, а нет сразу, значит, даже не буду туда смотреть, то вот этот путь, который мог бы сгенерировать вам всю энергию, всё и сразу, может, как сказать, быть срезан. Вы можете позаимствовать энергию из других сфер как бы жизни, вы можете реализовать сразу это желание, но потом вы будете в долгах больших, огромных к себе, например, взяли дом в кредит, то есть дом есть, но ещё и долг к себе, потому что вы не прошли этот путь к этому дому, вы не наслаждались жизнью, пока учились, что-то делали, проявлялись, пробовали, решали задачи, то есть вы вот этот момент, который на пути к дому, себе задолжали, потому что жизнь — это просто наслаждение путём, а не конечный результат, вы его все пропустили. И вот этот путь, который вы себе не додаете, он и организует все вот эти ваши долги, заимствовав всё быстро и сразу, вы себе долгов только больше наделаете. И смотрите, если у вас есть шаблон «хочу всё и сразу», то ваша жизнь так же, а всё и сразу ещё и быстро, то у вас быстро всё будет проходить. Вот если вы хотите что-то быстро, то у вас быстро всё будет проходить. Быстро отношения проходят, жизнь быстро проходит, здоровье быстро проходит, у вас всё будет быстро, всё и сразу, всё будет, и не только хорошее, всё и все проблемы, и все будут тоже с вами. Не надо хотеть и желать прям всё и сразу, Потому что если вы хотите всё сразу, то и огребёте по полной сразу, и все проблемы мира будут на вас, на ваших плечах. Наслаждайтесь кусочком, кушайте слона по кусочку, наслаждайтесь каждым моментом, просто проживайте этот день максимально классным. Вы не сможете все ваши деньги заработанные забрать с собой, пропускаете вот эту жизнь, а потом на старости лет скажете себе, ну и нахрена это всё было. Вот сейчас у меня нет здоровья, нету сил, и нет даже моментов вот этих вот, где я просто наслаждался жизнью. И вы будете очень сильно сожалеть, да, что всю жизнь свою упустили, потому что гнались за чем-то. Ну вот купите вы себе что-то, вы думаете, вы будете радоваться? Нет. У вас наступит новое желание, какое-то другое. Вот я купила себе там часы, допустим, я думала, что я буду радоваться. Конечно, ну вот есть часы, ничего не изменилось, душевное состояние, оно не изменилось. Если мне было грустно как-то, да, я не знаю, вот, допустим, чем заняться, ну я знаю это, я просто пример привожу, то вот часы, они мне вот вообще никак не помогут. Да, у меня будет классная одежда, но я не знаю, куда в ней пойти. Да, меня там, допустим, куда-то пригласят, я одену эту одежду и пойду, выйду. Ну никто на меня не обратит внимания, что нахер никому не нужна в этой одежде. И в этой, и в другой, и вообще в какой-то любой. Мы все вот стремимся всё получше, всё покрасивше, всё вот прям побогаче. Одеваем, а эффект это вот этого вот вау, что на меня все будут смотреть, красную дорожку стелить. Вот этого вау-эффекта не происходит, всем насрать. Вот, что у вас как там? Почему бы не наслаждаться теми вещами, которые вас сейчас вот уже окражают, теми вещами, которые у вас есть. Просто кайфовать от вот этой погоды приятной, от солнышка, от того, что вы проснулись, от того, что вы можете почитать какую-то интересную книгу, заняться спортом, пробежаться, походить по лесу, посмотреть на котиков, на птичек, наслаждаться этим вот миром сегодня, здесь сейчас, прожить его максимально классно, с близкими. Многие вот бегут за деньгами, а у них там сделки всё время, тыщ, тыщ, и просто сламу, как это, рушатся. И, Нелли, почему у меня рушатся сделки? На консультациях такое часто. Блин, ну почему, как ты думаешь? Ну потому что твои желания, ради которых ты стремишься все эти сделки сделать, они могут быть реализованы сегодня, но ты их откладываешь на потом, когда у тебя будут эти деньги. И когда мы начинаем копаться, зачем тебе миллиарды, зачем тебе миллионы, зачем тебе вот это, вот это. Всё ради того, чтобы человек чувствовал любовь. Ему скучно, одиноко, грустно, нет рядом человека, ему грустно. Ну, блин, разве показатель денег как-то увеличит тебе эту любовь или уменьшит? Ну нет, вообще деньги никакую роль не сыграют. Когда будет рядом человек, там, влюбитесь, вам будет всё равно, сколько у вас там в кошельке, вы идёте и просто наслаждаетесь с ним за ручку, и классно. Понятно, что семью не построить, там, без денег, нужна квартира, нужен дом. Но всё это как наживное, второстепенное, всё это дополнение. Самое главное — это вот сегодня прожить максимально радостным, сегодня прожить максимально счастливым, находить в каждой мелочи вот это вот счастье. не ради кого-то, не ради чего-то, а вот ради любви к себе сейчас, вот здесь, к этому моменту. Вся наша беготня, вот эта вот гонка бесконечная, да, она всегда будет материализовывать нам долги в любых сферах. Безденежье говорит только об одном — вы не хотите сейчас вот просто жить, наслаждаться этой жизнью. Проблемы говорят об одном — вы не хотите сейчас жить. Проблема со здоровьем — то же самое, говорит, вы идёте не туда, вы себя убиваете каким-то образом, и тело, и мозг, там, мысли, обесценивая бесконечно. Причём мы обесцениваем себя, не только вот прям себя, вообще весь мир обесцениваем. Вот мы пожелали что-то, какое-то желание, ресурсы уже и возможности есть на это желание. Все люди мира начинают это желание вам пытаться исполнить и сделать. Но вы про него забыли, оно вам не нужно, вы его обесценили, потому что вам важнее сейчас не пойти к морю посмотреть на него. Люди, живущие рядом с домом, море не видели. А вам важнее там работу какую-то сделать, которая принесёт какую-то сумму денег, которые опять складываются в кошельке, а этот кошелёк бесконечно обесценивается, и вы даже себе ничего не покупаете. Вы просто их копите, они просто обесцениваются, и вообще непонятно, что с ними случается. Вы вечно без денег. Вроде как деньги есть, работа есть, гонка есть, они ещё нет. И вы думаете, вот, блин, накоплю когда-нибудь, буду счастливым. Намешало всё сюда. Но основную мысль, которую я хотела сказать в этом видео, это то, что каждый раз, когда мы что-то захотели, любое наше желание, люди начинают его нам исполнять. Но мы обесценили это желание любой отговоркой и просто сделали людей ненужными. Мы в этом мире не можем ничего иметь без труда всех людей в этом мире. Вот всё, куда ваш взгляд упадёт, всё вам делали люди. И вот если вы что-то захотите, но не будете это брать, то вы просто обесцениваете, получается, труд людей. Обесцениваете его не только не беря желание, не делая туда шаги в это желание. Вы можете обесценивать, когда вы что-то берёте просто так, там, крадёте, можно так сказать, да. Критикуете любые проявления, берёте всё как должное. Тоже долги. Даже фильмы, которые вы смотрите бесплатно, да, порождают долги. Десятина у вас отбирается. Когда вы не заплатили. Тоже может быть и такое. Вариантов масса. Почему у вас долги? Но основные – это то, что вы себе задолжали жить здесь, сейчас. Задолжали себе любовь, задолжали себе внимание, задолжали себе вот этот настоящий момент, который нужно прожить максимально кайфово для себя. И всё, что вы захотели идти, не отговаривая, а наоборот подбадривая, идти попробовать и сделать. Неважно, получится у вас, не получится. Неважно, какой у вас будет результат. И неважно, что вы будете для этого делать. Главное – кайфовать в каждом вашем действии и говорить себе, я знаю, что будет классно всё. Я не знаю, как получится. Ну, мне всё равно. Я хочу наслаждаться моментом вот этой вот игры, моментом вот этого состояния, в котором я сейчас нахожусь. и погружаться тотально в это состояние вот здесь, сейчас. И если вас нет в этом состоянии, вас нигде нету, почтальоны ваши подарки даже донести до вас не могут, вас нету здесь сейчас, вы не дома, вы где-то там, в будущем, в прошлом. Так что обратите внимание, что мы каждый раз, когда не идём в любое своё желание, которое у нас вдруг возникло, отговариваясь, а мы обесцениваем людей, они становятся ненужными. Естественно, они не могут нам дать. Естественно, у нас поэтому ничего и нет. Почему у меня нет куча денег? А кто мне будет эти деньги платить? За что? За какие мои такие проявления, если меня нету? Я полжизни где-то отсутствую. Кто мне будет платить, если я этих людей, которые готовы заплатить, обесцениваю, их труд обесцениваю? Как они вообще? И чем мне оплатят? Если у них тоже нет ресурса, что-то сделать и дать мне, откуда у них будет ресурс, если мы их обесцениваем, и всех этих людей вокруг. Подумайте вот надо вот этим моментом. Что вы себе задолжали? Ответ один. Любовь к себе, внимание к себе, радость наслаждаться и творить вот здесь, сейчас, каждым мигом. Вот, если мы думаем, что счастье, оно будет потом, но его никогда не будет. Счастье — это миг, который только сейчас, в данный момент может быть, и где-то там и потом его не существует. Оглянитесь назад, сколько вы упустили всего классного, когда могли бы наслаждаться. Вот был у вас близкий человек, а вы не наслаждались с ним временем, а теперь жалеете. Сколько вы упустили моментов. Вот была классная работа, где могли на этой работе учиться чему-то, что-то творить, что-то делать, общаться, а вы не наслаждались этим. А вы наоборот. Фу, ненавижу эту рутинную работу. Фу, фу, фу. И каждый миг обесцениваете, заставляете себя делать и не видите в этом ценности никакой. Вот это и обесценивает, и делает долги. Каждая ваша мысль, обесценивающая и вводящая вас куда-то в будущее, да, создаёт вам килограмм долга, минус какой-то. Обязательно будет минус. Ну вот, мне кажется, на этом хватит. Пока-пока.